В видеопередачу Дерек Принс интерпретирует Библию. В нашей вступительной беседе вчера мы установили два основных пункта. Первый пункт. Бог желает, чтобы всегда, когда мы приходим пред Него, чтобы мы не приходили только получать, но также давать кое-что Богу. Я процитировал две цитаты из Священного Писания. Первая книга Исход, 23 глава, 15 стих, где Бог говорит, «Никто не должен являться перед Мое лицо с пустыми руками». И вторая цитата из книги Псалмов, 95-го Псалма, 8-го стиха, где псалмопевец говорит, «Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его». Другими словами, никогда не приходите без пожертвования. И в книге «Деяния апостолов», 20 главе, 35 стихе, апостол Павел напоминает нам о словах Иисуса Христа, «потому что блаженнее давать, нежели получать». Этот принцип применим не только к нашему взаимоотношению с окружающими нас людьми, но также и в нашем взаимоотношении с Богом. Мы, конечно, получаем благословение, когда получаем что-либо от Бога, но мы получаем больше благословения, когда мы даем Богу. В нашей вчерашней беседе мы беседовали о различных предметах, которые мы можем дать Богу. Я указал на то, что эти вещи включают в себя также наши финансы, а также материальные ценности. На высшем уровне Священное Писание говорит о различных духовных дарах или жертвах, которые мы должны дать Богу. Мы указали на три специфические духовные дара или жертвы – благодарение, хвала и поклонение. Я указал на то, что эти три дара подобны цветам радуги. Они различны, но незаметно переходят один в другой. И я предложил простой способ делать различия между ними. С этой целью я сказал следующее – благодарность связана с Божьей добротой, хвала связана с Божьим величием и поклонение связано с Божьей святостью. Благодарение и хвала являются в первую очередь произведением, продуктом наших уст, тогда как поклонение является прежде всего отношением. Сегодня мы будем концентрировать наше внимание на первом из этих трех предметов, то есть на благодарении. На ветхозаветном гебрайском языке, а также на модерном гебрайском, слово «благодарю» родственно со словом «рука». Другими словами, гебрайская концепция благодарения состоит в протягивании или поднятии наших рук к Богу. На новозаветном греческом языке слово «благодарю» родственно со словом «благодать». Довольно интересно то, что слово «благодарю» мы находим в слове «евхаристия», которое по своему происхождению означает «благодарственное служение». Связь между благодарением и благодатью очень и очень важна. Она имеет две стороны. Прежде всего, состояние благодарности является прямым результатом Божьей благодати. Когда я был миссионером в Восточной Африке, несколько лет тому назад, я с удивлением обнаружил, что в некоторых африканских языках, некоторых племен, нет вообще слова, которое означало бы «благодарение». Это обстоятельство открыло мои глаза на тот факт, что чувство благодарности может иметь место только там, где благодать Божия оказывает влияние на человеческие сердца. Во-вторых, благодарение является соответствующим ответом на Божью благодать. Будем поэтому всегда помнить связь между благодатью и благодарением. Я желаю еще раз указать на две стороны. Прежде всего, благодарение является прямым результатом Божьей благодати. Во-вторых, благодарение является также соответствующим ответом на Божью благодать. А теперь я намерен говорить о благодарности как таковой. Благодарность – это внутреннее состояние сердца. Благодарение же – это способ внешнего выражения благодарности в первую очередь через наши уста. Первая вещь, которую я хочу сказать о благодарении, есть то, что благодарение является прямой заповедью Священного Писания. В послании к Колоссянам, 3 главе, 15 до 17 стихах, апостол Павел говорит, «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякую премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. «И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Обратите внимание на то, что ударение здесь ставится на благодарение. В 17 стихе апостол Павел говорит, что «все, что мы только делаем, делом или словом, мы должны делать во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Это хороший принцип для определения цены всех наших поступков как христиан. Просто спросите сами себя, могу ли я делать это, то или другое, во имя Господа Иисуса Христа, воздавая благодарность Богу Отцу. Если вы можете это делать, то это значит, что данная вещь разрешена в Слове Божьем. Но если вы чего-либо не можете сделать во имя Господа Иисуса Христа, воздавая благодарение Богу Отцу, то лучше вы этого не делайте вообще. Но я в особенной мере желаю подчеркнуть теперь слово «благодарность». Первое. Благодарность – это выражение мира Христа, наполняющего наше сердце. Второе. Благодарность – это выражение слова Христа, обильно пребывающего в нас. Третье. Благодарение является принципом, который должен направлять все наши действия. Сравните это с тем, что говорит апостол Павел в 1-м послании к Фессалоникийцам, 5-й главе, в стихах 16-19. Это очень краткий, но очень важный стих. Стих 16 состоит только из двух слов «Всегда радуйтесь». Стих 17 состоит также из двух слов «Непрестанно молитесь». И стих 18 – «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Стих 19 – «Духа не угошайте». Здесь даны три простые инструкции. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». А относительно благодарения за все, то апостол Павел говорит, что «такова о нас воля Божья во Христе Иисусе». Если мы не благодарим, мы не исполняем воли Божьей. Мы тогда вне воли Божьей. Как важно это понимать. В различное время я имел дело со многими христианами, служителями, миссионерами и другими, которые имели чувство, что они не находятся в сфере воли Божьей. Одни чувствовали, что служили не в своем служении, другие чувствовали, что они не в надлежащей молитвенной группе, третий, что они не в той церкви, в которой им следует быть. Что-то не в порядке. И когда я анализировал их ситуацию и вошел в нее, ничего неверного внешне не было. Это отнюдь не было ошибочное служение. Это не была ошибочная молитвенная группа. Это не была ошибочная церковь. Там просто была проблема. Они не благодарили. А Священное Писание говорит об этом ясно, что если мы не благодарим, то мы вне Божьей воли. Все остальное в вашей жизни может соответствовать Божьей воле. Но тот факт, что мы не отдаем благодарности Богу, ставит нас вне воли Божьей. Ведь Слово Божье говорит, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Второй вещью, которую я хотел бы сказать о благодарности или благодарении, есть то, что это выражение полноты Духа, то есть существенное выражение. Слушайте, что говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, 5 главе, в стихе 17 до 20. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Вот моя интерпретация 17 стиха. То, что говорит апостол Павел, является волей Божьей, и если мы этого не понимаем, мы нерассудительны. Стих 18. Исполняйтесь духом. Духом с большой буквы. Если христианин упивается вином, это неверный шаг. Но если христианин не исполняется святым духом, это также ненормальное явление. Иногда, как религиозные люди, мы концентрируем свое внимание на негативном. Не упивайтесь вином, но мы забываем о позитивном, которое также действительно. Мы должны быть наполнены святым духом. И затем апостол Павел говорит о результатах наполнения святым духом. Он говорит об этом в стихе 19. Везде в Новом Завете, где говорится о людях, исполненных святым духом, первым немедленным проявлением или выражением этого есть то, что исходит из их уст. Они делают нечто, связанное с говорением. Это один из принципов священного писания. Сам Иисус Христос устанавливает этот принцип в Евангелии от Матфея, 12 главе, 34 стихе. От избытка сердца говорят уста. Существует три принципа исполнения святым духом. Говорение, пение, благодарение. Неблагодарный человек не наполнен святым духом. В тот момент, в который мы перестаем благодарить, мы угощаем святого духа. Начните применять эту истину сегодня. Начните за все благодарить. Вы прослушали радиопередачу. Дерек Принс интерпретирует Библию. Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова